Доброе утро! Посмотрите, что Александр вчера сделал. Собрал шкаф, так что сейчас можно сюда покупать много книг, но можно сюда покупать какие-то статуэточки красивые. В общем, пыль собирать будем в шкафу. Я очень рада, мне очень нравится. Ну так что, вот прям самое место для такого шкафчика, ну согласитесь. Даже когда мы переедем уже в другой дом, ну есть такое в планах, ну не прям таки уже завтра, но в общем планируем. Так что всегда такой шкаф найдет свое место. Он может стоять и на большой кухне, он может стоять и в прихожей, и в спальне, и в гардеробной, где хочешь. Вот я прям представляю, если такой шкаф поставить, один из таких шкафов. Так, этот уже пошел проверку делать в гардеробной и там сложить все свои украшения на виду. У меня же их полно всяких концертных. Половину я не одеваю, потому что я просто, они где-то там в комоде лежат заныканные. В общем, это, кстати, интересная идея. Но пока что вот это мне все нравится. Посмотрите, как у меня красиво мои книги. А еще вчера. Так, как тут вам так лучше показать? Ну давайте я, наверное, все-таки достану, потому что... Нет, может, наверное, надо просто открыть шторку. Сейчас мы сделаем так, как надо. В общем, вот, посмотрите, какой у меня слон. Этого слона мне подарила вчера мама моей ученицы. Ну как подарила? Я говорю, Ира, говорю, слушай, дай мне, пожалуйста, подари мне, пожалуйста, этого слона. Человек там вышивал своими алмазиками. Я такая, подари мне, пожалуйста. Вот честно, если бы ко мне кто-то пришел и попросил бы подарить вышивку, я бы, ну не знаю, не подарила бы. Так, DPD. Но я же ничего вроде не жду от DPD. Вот этот слон, его надо смотреть из так вот дальнего ракурса. Вот он, видите, как красиво выглядит. Эту статуэтку, кстати, надо звездочку отправить сегодня этой зоной ученице. Так как там случилось несчастье, разбили, ну, надо было, в общем, новую заказать. Ну, вообще, вот так. Мне очень все нравится, нравится, нравится. Я очень довольна. Ну, там полотенце висит на кухне, портит чуть-чуть вид. Что ты плачешь? Что ты ноешь? Что? Вот, все. Уже он, типа, любовь. Я думаю, что здесь у меня будет такая вот полка, читаемая книга ходовая, какие-то мои записи. Ну, я еще подумаю, как тут все организовать. Это так, вчера с первого, как это, порыва что-то сложила. Вот такие вот дела, Борисулечка. Солнце светит. Прекрасная просто, наипрекраснейшая погода. Настроение великолепное. Сейчас буду кушать мюсли, пить латешечку. Ну, все, как всегда. Чего тут так этот провод, эти лампы. Так, чуть-чуть вот так убрать. Чуть-чуть вот так убрать. И что я сегодня? У меня сегодня по плану, ну, после обеда, конечно же, уроки. А потом, точнее, сначала я поеду... Да-да, сейчас я кое-что скажу. Осветлять волосы. Делать несколько прядей не могу я. Все-таки я сделала ошибку, что я сама закрасила это все. Столько страдала, столько волос пожгла. И чтобы ради чего? Чтобы опять превратиться в такую, типа, шатенку. А я хочу быть больше такой темный блондин. Короче, добавим несколько прядей. Посмотрим, что мне там моя Аленочка предложит. Так, я сейчас еще думаю, куда мне поставить вот эту вот мою звезду. А, кстати, вот этого котика мне тоже вот... А это мне уже подарила Ира. Специально для меня вышивала алмазиками. Ну, клеила, как там говорится, по поводу алмазиков. А еще я кое-что заказала. Всякую красоту. Уже скоро ко мне приедет. Будем украшать дом на Крисмас. Я прям уже так хочу. Вот я еще думаю. Так, надо еще кое-что срочно заказать. Так, все, девочки, отключаю. Всюду варить. Так, пристает, пристает, пристает к Бориске. Батоша! Боже, какая любовь! На-на-на! Присульчка, можно лапку потрогать твою? Лапка моя драгоценная. А вот этот вот... Вот этот никогда не убегает. Самый лучший кот. Крашу волосы у мастера. Латешечка. Посмотрите, какая вкусная. Аж из трех цветов, можно сказать, из четырех. Выводим мой неудачный покрас. Надеюсь, что все будет окей-ушки. И еще после покраски мы решили мне сделать холодный ботокс, чтобы восстановить волосы. Вот сижу такая красивая, с намазанным ботоксом на волосах. Слушайте, ну я счастлива. Наконец-то, наконец-то я из этого темного, неудачного своего покраса выползла. Посмотрите, как мне... Мы состригли, мы сделали еще ботокс. Ну, я говорила уже, да. Я очень счастлива. Конечно, такую укладку я не очень так ношу. Ну, не люблю вот такой вот объем, когда здесь. Тут чутка затемнили. Ну, вот так вот можно. Мне так нравится такой светлый цвет. Боже, как я... Я так мечтала, так мечтала. И вот как я так сама покрасила, все закрасила. Ну, ничего. Сейчас уже все прекрасно. Главное, что вот возле лица эти светлые пряди. Вот я конкретно блондинка. Уже меня, наверное, можно назвать блондинкой, да? Как вы считаете? Все, я поехала учить детей. У меня тут майка такая специально была для покраски. И кофта моя. Еду учить детей прекрасному музыке. Так, ну, вот он мой цвет волос. Я состригла волосы, потому что они там уже были. Ну, сами понимаете, после такого жесткого осветления они, конечно же, подустали. Но я абсолютно не переживаю. Во-первых, я в нормальной жизни всегда хожу, завязаны у меня волосы в хвостик или там в этот кот-дукос. А на концерт я всегда пристегиваю, так что я не переживаю. Сделала я еще процедуру ботокса, как я вам говорила уже. Так, ну что, наконец я пришла в этот светлый цвет. А тут тогда, когда я покрасила корни, это было очень... Я просто столько шла к этому светлому цвету и покрасила корни. Называется, вся темная опять стала. Ну, ошибка была то, что я всю краску зафигачила себе на волосы. Но, опять-таки, если бы даже я покрасила только корни, сами на меня смотрите, а тут так это... То было бы слишком темно. Все-таки, когда уже выходишь вот из черного на такой блонд, надо все-таки обращаться к парикмахеру, чтобы он это все контролировал. Особенно на этой стадии, когда еще все так, на соплях. Но сейчас я happy. Вот так люблю носить. Такая небольшая челочка. Ну, такая. Все, наконец-то. Я на батона похожа. Такая полосатая. Только что с магазина всего накупили. Мясо, овощи, фрукты, орехи. Кстати, небольшие такие уже декорации вот купила, да, на Новый год. Такие шишки поставила сюда. Вот там, где у нас орхидеи опали уже. Потом там еще возле входа. Ну, уже не буду показывать покупки. Все, то же самое. Сейчас Саня пойдет наверх, что она с батоном играется. Пойдет наверх скручивать комод. Не комод, а этот стеллаж в спальне, чтобы я там завтра навела тоже красоту. Так, ну все. А, и буду сейчас котлетки жарить. В общем, очень мне нравится. Саша, тебе нравится мой светлый цвет? Beautiful, говорит. Ну, ему и целлюлит нравится. Так что тут это не показатель, мнение Александра. Вот, посмотрите, как красиво, когда будет заколото со скрипочкой золотой. Прекрасно будет. Заказала такие плейсматы. Ну, если честно, могли бы чуть-чуть быть побольше, потому что вот тарелка. Вот так вот и их уже не видно. Может, еще надо пару штучек заказать. Пару комплект. Но они, кстати, дорогие. Это такой вот пластик зеркальный. За четыре штучки я заплатила 28 фунтов. Можно вообще столов клеить, заказать. Ну, вот, да, красиво. Саня увидел, ой, говорит, это, болливудская. Ну, я не буду выражаться. Ну, короче, поняли, да? Саня говорит, бабайка, короче. Ну, мне очень нравится вот так вот, красиво. Да, вот так вот салатик, котлетки. Вот так. Александр. Саша, ты счастливый, скрутил мне шкаф, да? Второй. Потом покажу, куда ты вешалку, дети. Я вот думаю, куда ее вожжу. Ты посмотри, что он вытворяет. Вот ты посмотри, Саня. Протест. Протест. И так громко, вы слышите тоже, да, что он делает? Вот что он делает. Слушай, что тут показываешь? Не, ну, потому что совесть надо иметь. Ну, все же, типа, уже жестокий мой банк. Жестокий мой банк, потому что надо совесть иметь. Ну. Ну, в общем, вот такие плейсматы. Девочки, пишите, вам нравятся? Мне очень нравятся. Просто великолепные. Пишите, девочки. Пишите, пишите. Посмотрите, прям от этих моих плейсматов дискотека, как на свадьбах бывают эти спецэффекты. Ну, вообще, красота. Красота. Ну, как говорю, как с проектора, видишь, так круто получается. Вообще, плейсматы просто нереально крутые. Вот такие прикольные шишки я купила, блестящие, красные. Красные, потому что другие рождественские, новогодние декорации тоже будут в красных тонах. Вот здесь, где уже орхидейки у нас пали. Ну, я уже показывала. Вот такая вот тоже красота. Очень сочетается с моим цветочком. Ну, все. Ты такая царица. Доброе утро. Ты заняла мое место. Ну, ничего себе. Слушай, Соня. Ну, так я пришла сюда, чтобы пить кофе, вышивать, там, смотреть. Ну, давай подвигайся на Саня на место. А что смотришь так злобно на меня? Иди в тубзик сходи. Боже, боже, адвокат дьявола. Ну, никак по-другому. Иди в баню, Соня, не нервируй. Она когда лежит вот на этом вот бархатном покрывале, ее реально не видно. Всем доброе утро. Самое красивое, самое лучшее. Голубое небо, солнышко светит, коты все довольные. Великолепный век на телике. Кстати, Александр вчера собрал вот этот вот стеллаж, полки. Но здесь мне еще надо, еще пока не буду показывать, так как надо разобрать вот эту вешалку, что здесь целая гора. Но пока что пусть весь мир подождет, и я хочу повышивать. Надеюсь, может быть, даже удастся вот эту вот полосочку довышивать, как вы думаете. Потому что у меня уроки сегодня только, ну, там типа с 4 до 6. А потом я поеду в Икею, может. Ну, в общем, посмотрим. Просто мне сегодня менеджер позвонил, что зал сегодня не может показаться. Ему куда-то там надо срочно выехать. Поеду зал смотреть с воскресенья, поэтому у меня свободный вечер и свободный день. Практически. В общем, абсолютно я кайфую. Я не могу с этими людьми дуэтом. Дуэтом тут лижутся, я не могу. И что, Батошенька? Котики-котики, пушистые животики, моете свои животики, да? Я не могу, как они умываются красиво. Ну, какие существа. Я не знаю, у меня всю жизнь коты. И я каждый день прихожу в какой-то дичайший восторг. Ну, уже, кажется, должно быть для меня это, ну, само собой, разумеется. Но нет, нет. Вот я просто, меня аж прям до слёз довозят, как они вот это вот умываются, там, валяются. Боже, боже, язычками, язычками. Что это, ты так лапки моешь? Какой-то абсолютно невероятный айлорофилия. Почти выучила слово. Тебе хорошо на мешочке лежать, да? Нравится тебе на бумажном мешочке лежать. Нравится? Да, вот такой животик, вот такой. Такой хорош. А Соня в шкафу? Соня в шкафу. Иди в баню, не кусай. Даже если прислушаться, можно услышать, как они так шлёпают язычками. Ну, это что такое? Кто-то так лапки... И один лапку поднял, и второй лапку вытянул. Ой, какое тут умывание происходит. Что тут за умывание такие? Объясните мне, пожалуйста. Куда собрался? Куда собрался, Батоша? На другой бочок? Далеко ушёл, далеко. Ну, давай, ложись, ложись. Вот так вот. Оп! О, жопку помой! Правильно, правильно, молодец! А Борис Ручка очень любит свои лапки задние мыть. Именно пальчики там вот так, он их там выковыривает. Ой, не могу! Как они умываются! Ой, ай, вот так и вот так! Лапки, лапки! Ну ладно, не буду смущать людей. Вот так лапки моют, вот так вот. А Борис Ручка там вот так лапки свои лапки. Лапки, лапки. Борис, Борис! Что там так лапки намываешь? На тебя обращать внимание? Угу. Я не могу. Вот так и вот так. И вот так умываемся сладенько, сладенько. Не могу оторваться за наблюдением. Точнее, от наблюдения, как они умываются. Мне же вышивать надо. А я просто тупо сижу и вот снимаю видео для вас. Это нереально просто. Боже, уже во всех позах, как пингвин! Пингвинчик мой! Нет, я, конечно, всё понимаю, что лежать на кроватке с этими людьми – это просто самый большой и вкусный кайф. Вот столько я навышивала. Не довышивала, к сожалению, я полосочку. Вот сколько мне тут надо довышивать. Но надо идти поставить суп сварить и надо идти убрать ванную комнату. И, наверное, вешалку разобрать. Ну, как-то надо что-то делать. Ну, это ж невозможно так просто лежать сутками. Ну, конечно, сутками. Что уши наострил? Батоша, что ушки наострил? А пойдём, мама, дай что-нибудь покушать. Сутками я, конечно, не лежу, но всё равно надо-надо идти что-то сделать. Но смотрите, уже-уже что-то прорисовывается. Ладно, иду поставлю суп сварить, уберу ванную комнату, разберу вешалку, и, может, ещё у меня останется время повышивать. Козюли мои, козюли. Я пеку торт. Торт без муки, представляете? Очень ппшный, очень полезный. Всё потом расскажу. И тут у меня том-ям с фрикадельками. Ну, том-ям, лишь потому что я добавлю том-ям пасту и кокосовое молоко и листья лаймиков. Типа том-ям. Так, ну что, 4 ложки какао надо. Потом всё покажу, какой будет у меня торт. Получила пижаму из Алиэкспресса. Но это, что называется, ожидание-реальность. Я думала, что это хотя бы будет такая, знаете, тоненькая фланелечка. А это вообще, ну такая уже марлечка. Конечно, ну да. Нет, ну я, конечно, её не выкину, но это... И ещё вот такую штучку я получила. Ну, в общем, это сюда ложить губку, чтобы она вот так вот высыхала. Наклею там в раковине прямо. Потому что с губкой у нас вообще проблема. Батон её постоянно по всей хате раскидывает. Он её... Я уже там такой крышечкой накрываю, такой мисочкой. Он всё равно эту мисочку скидывает, эту губку достаёт. Ну, не знаю, может, отсюда не будет доставать. Посмотрим. Реально пэпэшный торт. Ни грамма муки, ни грамма сахара. Банановый творожный торт. В общем, коржи. Банан, два яйца, сахарозаменитель. Ну, тут чуть-чуть кривовато. А крем у нас... Что у нас крем? Банан, творог и сахарозаменитель. Всё. Вот такая вот красота. И вот эти вот пип-пип делала с таким специальным мешком. Представляете? Я уже становлюсь кондитером. Ох, и красота. Поставим сейчас в холодильник, чтобы он чуть-чуть так вот схватился. Ля-пота.